На рисунке Андрея Мальцева флаги разных стран в руках дипломата одной ленты сплетаются вокруг нашей планеты. Так 10-летний ростовчанин выражает свое представление об идеальных взаимоотношениях народов. Нужно дружить. И посвятил эту работу ко дню дипломатии, потому что дипломат это очень важная профессия. Потому что дипломат может привести к миру, он должен проводить мир к миру. И я за мир. Творческая выставка «Дипломатия во имя мира» открыла научно-практическую конференцию «Отечественная дипломатия и внешние вызовы различных исторических эпох». Работы представили школьники со всей Ростовской области, а также из Киргизии и Беларуси. На многих рисунках цитаты выдающегося дипломата Андрея Громыко, министра иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год. Я думаю, что Громыко очень великий человек, который был на своем посту 28 лет и этот рекорд до сих пор никем не побит. Он предался своей работе, трудился на благо Родины. Я считаю, что нужно ему подражать, исследовать ему примеру. Как сформировать дипломатическую элиту страны, выявляя таланты уже среди учащихся и возможности направления детской дипломатии – основные темы этой конференции. На онлайн-связи с ростовскими школьниками – представители МИДа России, общественные политические деятели, ученые. По мнению взрослых участников, такие встречи не только решают задачи развития образования, они нащупывают будущие мировые связи, когда нынешние дети станут влиять на судьбы мира. Всегда мы говорим, что дети – это будущее, потому что на будущее они тоже будут, каждый из них станет важными людьми, каждый в своей сфере. Так что это мероприятие очень важно. Нужно всегда, как дети, научить правильные правила и так далее, как нужно жить, как можно наладить хорошие работы везде, и здесь в России, и за рубежом. Мы хотим всему миру показать, что мы на самом деле очень мирные люди, которые любят мир и борются за мир, и просят за свою правду, отстаивая сейчас правду своего государства и своего народа, защищая его в разных направлениях. Поэтому мы показываем наше развитие, что мы уважаем всех, но хотим, чтобы уважали и нас. Строители будущего обязаны помнить прошлое. Участники конференции возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества. А лучшие 40 рисунков будут отправлены в Москву. Там они станут частью экспозиции, которую представят 10 февраля, в День дипломатического работника, в Культурном центре Министерства иностранных дел. Юлия Сурикова, Роман Корх, Первый, Ростовский.